всем привет сегодня попробуем нарисовать маленький мультфильм с помощью простой программы для анимации существует масса различных анимационных программ профессиональных и больших и сложных которых разбираться часто не хочется и для начинающих или для просто людей которые не хотят возиться есть вот такая программа вот на этом сайте и можно скачать называется она pencil вот здесь вот можете скачать для своей версии и вот так вот она выглядит а после установки и запуска должен предупредить что программа достаточно глючная она вылетает и всякое такое но в принципе на это плевать я вам покажу как она работает здесь стандартный набор инструментов карандаш который имеет свой размер а он имеет такую галочку за из вы прессу то есть это есть у вас графический планшет сильнее давите он темнее слабо даете он вот такой серый ну это ощутят те у кого графический планшет резерв альфа и не знаю что такое у меня это штука не работает поэтому мне на нее плевать но здесь размер здесь цвет здесь можно выбрать цвет и соответственно его поменять кисть в принципе то же самое только здесь еще есть фейзер это размытие то есть вот такая вот у нас кисть с маленьким размытием если мы ставим его больше она у нас мутная такая и а то же самое здесь работает если у вас графический планшет имеется то от давления на карандаш у вас меняется толщина штриха то же самое меняем цвет и здесь еще есть стоп от контурс это когда в эту галочку нажмете у вас видите если вы будете пересекать то у вас не будет перечеркиваться ранее нарисованные линии если в эту галочку снимаете то соответственно все перемешивается вот это перо если можете тоже рисовать и потом чуть позже объясню в чем она отличается это поле линия можете вот так по точкам рисовать и она может сглаживаться удобно обрисовывать что-то дальше у нас есть резинка традиционная которая можно стирать тоже также имеет свой размер есть бумажка этого скомкиваем и выкидываем все ненужное говно которое нарисовали это заливка то есть допустим вы нарисовали карандашом какой-то контур замкнутый и заливка его заливается то же самое есть у нее цвет прочее пипетка это выбрать цвет я думаю это понятно а выделить это выделяем часть переходим на стрелочку и можем ее оттащить отрезать но вот эта рука это таскаем палец это позже объясню на примере векторных рисунков дальше самое важное здесь это есть а слои вот здесь с битма player и вектор лэйр по умолчанию создана битмап это естественно растровая картинка и векторная векторный слой это векторная то есть если мы выбираем здесь векторный слой и рисуем какую-то штучку вот так то потом выбрав стрелочку и кликнув мы получаем видим что это векторная фигурка выбрав палец который я сначала пропустил мы получаем вот такую штуку кривую которую мы за узлы можем с вами редактировать очень полезная бывает штука когда вы что-то аккуратно хотите нарисовать на битмапе конечно мы тут уже ничего у нас не выделяется это просто растровая картинка какие еще есть слои слои кстати можно добавлять то есть новые сколько угодно слоев можно думаю что объяснять нет смысла для чего нужны слои то есть вы можете какой-то фоновый слой выбрать статический и на другом слое который вас будет динамически вы будете рисовать кадры для анимации соответственно у вас будет что-то двигаться на статическом фоне и так слои бывают битмап векторный саунд можете звук добавлять и камера ну камера это когда вы двигаете камеру то есть создать иллюзию движения допустим здесь создается вот так вот кадр и соответственно перетаскиваем если мы проиграем то до этого кадра у нас идет вот это перемещение создам новый файл не буду сохранять и теперь вот временная шкала вот у нас собственно идут кадры здесь кнопочка проиграть это залупить но в хорошем смысле этого слова то есть сделать лук так называемый то есть загнутое проигрывание но это включить и отключить звук а вот и все здесь мы выставляем количество кадров в секунду которая нам интересна в этими кнопками добавляем или удаляем кадры в общем то все просто а вот здесь вот мы ставим прозрачность предыдущего слоя чтобы видно было предыдущий слой когда мы рисуем вот эта кнопочка отразить по горизонтали ну давайте попробуем что-то нарисовать я выберу кисть настрою размер поменьше размытость поменьше черный цвет сейчас посмотрим ну вот такую кисть я настрою это все скомкаю и попробую нарисовать вот здесь у меня стоит первый кадр раз второй слой и нарисую человечка а вот такой человечек и теперь делаю следующий кадр я его хочу заставить прыгать вот видите у меня при включенной вот этой опции виден предыдущий кадр но он серый и то есть это сделано для того чтобы мне было удобно рисовать следующего человечка а теперь я беру с этого кадра нажимаю control c и на втором кадре нажимаю control v у меня скопировался этот человечек я его вот этим выделением выделяю и двигаю мне нужно сначала чтобы он у меня присел и здесь я должен стереть стираем уроки потому что они будут выглядеть по-другому стираю всю нижнюю часть вообще лучше так вот не копировать рисовать заново поскольку так более живой получается на мой взгляд мультик вот так вот и руки рисуем а в другом положении они у нас будут вот так ножки он чуть-чуть согнет вообще зря поленился и не стер ну то есть начал двигать вот этот вот предыдущий кадр но это показал просто для ленивых но на самом деле лучше сделать полностью его заново от рисовать мультик у нас будет несложный поэтому я сделаю так есть второй кадр нажимаем еще раз третий кадр видим что на втором кадре там лишняя курага осталось поэтому выключим вот эту опцию чтобы не мешало и сотрем вот так снова включим и на третьем кадре у нас будет то что здесь копируем control c на 3 control v а вот мы скопировали то есть на третьем кадре у нас обратно встает а дальше делаем четвертый кадр и и здесь у нас должен уже подняться повыше и я рисую выше его башку вот так а дальше создаю еще один кадр здесь у нас да в принципе все можно замкнуть вот здесь поставить и поставить play посмотреть а вот он прыгает а вот эту кнопочку выключим чтоб не мешал так ну-ка давайте остановим и посмотрим по кадрам там какой-то косяк а вот здесь на втором кадре мы резиночку возьмем сделаем поменьше размер и вот тут уберем вот эту гадость так здесь так а нас лишний кадр здесь получается и вот так вот давайте снова попробуем вот у нас прыгает такой человечек это самая простая анимация но здесь естественно можно делать и более длинные сложные какие-то мультики это для примера итак дальше что нам еще интересует как это все можно сохранить программа достаточно глючная сохраняет плохо но естественно можно сохранить в какой-то свой формат ну формат этой программы но нам это не надо нам нужно экспортировать экспорт x sheet это по моему листочки movie у меня не экспортирует вот flash flash формат можно экспортировать но почему-то у меня экспортирует только в место которое он указывает по умолчанию так так это глючная программа повторюсь если я сюда экспортирую куда он у меня в папку пользователь а экспортирует то соответственно я могу сюда сохранить нажать ok и тогда в этом случае у меня сохранится флешка а вот она у меня если я запущу то вот флеш проигрыватель у меня она будет проигрываться и также можно еще экспортировать формат муви да ну давайте попробуем не знаю получится или нет ну до этого у меня не получалось но можно экспортировать также и вот имидж секвенс пнг нажмем ok и посмотрим что там получилось ну видимо вот они эти файлы это вот покадрово мы сохранили то есть это можно потом смонтировать там в какой-то любой программе а для ну которая поддерживает монтаж то есть допустим в том же фотошопе или в муви мейкере надеюсь кому-то было интересно до новых встреч ну